Всем привет! Меня зовут Гребенников Роман. Я вам сегодня буду рассказывать о производительности кода, написанного на языке Scala. Scala — это такой язык, обильно сдобренный всякими разными хорошими функциональными штуками, для понимания которых не нужна степень по математике. Но все success stories по переписыванию кода с Java, например, на Scala обычно звучат примерно одинаково. Мы взяли наш код, переписали его с Java на Scala, и он у нас получился в три раза меньше по объему. Но обычно умалчивают о том, что он может получиться не только в три раза меньше по объему, но и в три раза медленнее по скорости. Но обычно об этом ничего не говорят. И в нашем докладе мы поговорим о том, как правильно мерить скорость в языках на платформе GVM, о правильном инструментарии каждого уважающего себя специалиста по измерению производительности, о том, что делает GVM и компилятор Scala под капотом, и попробуем поиграться с некоторыми простыми задачами из реальной жизни, потыкаем палочкой паттерн-матчинг, поиграемся с рекурсией, и посмотрим на Scala коллекции и всякие классные штуки с лямбдами. Но для начала скажете вы, а что такого сложного в исследовании производительности? То есть вот фигак-фигак, вот мы вот такой код напишем, и все, отисследовали функцию do-sam-staff. Тут есть кто-нибудь, кто видит проблемы в этом коде? Что, совсем никого, что ли? О, два есть, класс. Ну тут как бы, а что, если я вам скажу, что, например, функция do-sam-staff, она на самом деле возвращает что-то в никуда. Поэтому GVM может решить ее просто выкинуть. Но она же ничего не возвращает, зачем она нужна, если у нее нет сайд-эффектов, и если он это может доказать. Сама эта функция может быть синтерпретирована на части итерации. Например, то есть до 500-ой итерации она будет синтерпретирована, после 500-ой она будет скомпилирована и будет работать в 20 раз быстрее. Но мы это усредним, и у нас получится какая-то фигня. Весь цикл может занять вообще меньше 1 миллисекунда запросто, поэтому у нас тут будет 0. И еще целый миллион проблем. Но это все происходит потому, что хатспот умный. Он реально умный, причем даже в тех местах, где этого иногда не ждешь. Но для того, чтобы понять, как же так мерить производительность правильно, нужно для начала осознавать, а что же там происходит под капотом. Для многих прикладных программистов, которые решают какие-то прикладные задачи и не задумываются о всяких системных штуках, всякие компиляторы или виртуальные машины выглядят примерно вот так. То есть у нас есть какой-то код на скале или на джаве, компилятор, дальше у нас происходит какая-то магия, и в результате у нас все дела делаются, становится хорошо. Но на самом деле все немножко обстоит сложнее. То есть наш компилятор выплевывает из себя байт-код, который потом попадает в виртуальную машину. Мы будем говорить о хатспот, как реализации виртуальной машины, хотя есть еще другие. Внутри виртуальной машины код может быть либо синтерпретирован, либо скомпилирован, причем различными способами. пройти через различные JIT-компиляторы с различными уровнями оптимизации. Причем чем больше оптимизатор знает о вашем коде, тем сильнее он может этот код соптимизировать. Но для того, чтобы больше знать о коде, нужно потратить некоторое время на его разбор и анализ в процессе работы. Это обычно называется разогрев. И поэтому измерять производительность кода обязательно надо после того, как виртуальная машина прогрелась. И чтобы мы не мерили интерпретируемый код, потому что резона обычно в этом нет. И GVM вам оставляет много всяких разных опасностей на каждом шагу. И если вы вдруг решили это делать руками, то надо знать много всяких особенностей GVM, чтобы получить достоверный результат. То есть тем кодом, который я на первом слайде показывал, им можно что-то померить, но вы померили как бы ничто. То есть нам нужно получить достоверный результат. И для этого нам нужно знать, во-первых, как правильно измерять время. То есть корень систем керентайм милис, он как бы миллисекундный, что-то меньше мы не померяем. Есть нанотайм, но он врет. Вы также должны еще бороться с тем, что компилятор и GVM может попробовать ваш код выкинуть совсем, потому что он не имеет никаких сайд-эффектов. Также GVM может понять, что ваш код все время сводится к одной и той же константе, и просто заменить весь ваш код на одну константу. То есть вы там считаете, например, корень от π, он знает, что результат-то одинаковый, он не меняется, он прямо туда константу засунет. Если вы используете в венчмарках цикл, то он может его развернуть в линейную последовательность, и вы потом очень сильно удивитесь, почему цикл на 40 итераций работает так же, как цикл на 10 итераций по времени. Поэтому много всяких разных особенностей. И самое главное, не нужно изобретать велосипед, потому что все велосипеды уже изобретены. Есть такой прекрасный набор утилит под названием GMH. Он идет не совсем в комплекте с OpenGDK, но это, так скажем, модуль сателлит для написания и запуска микробенчмарков. Вы непосредственно пишете свой исследуемый код, а GMH берет на себя всю работу по танцам вокруг GVM и правильному его запуску. И в результате показывает вам какие-то варианты. То есть вот так выглядит простенький Hello World на скале с GMH. То есть он ничего на самом деле не делает, он возвращает всегда 42, но его уже можно померить. У GMH есть неплохая интеграция со скалой, то есть есть плагин SBT-GMH, ставится буквально в одну команду, как и все плагины для SBT. Запускается из консоли SBT, и вот мы наш Hello World вот так вот запустили, и вот такие вот много страшных букв она здесь написала. Ничего не понятно, но я дальше буду рассказывать конкретно о том, что здесь происходит. Если вам хочется подробностей, то я как бы далеко не первый, кто пытается нести разумное, доброе и вечное около производительности GVM, и как эту производительность измерять. Легенда производительности около GVM – это Алексей Шапилев, это Java Performance Engineer, Oracle, и, собственно, автор GMH. И у него есть серия докладов на тему измерений производительности. Если вам хочется поподробнее узнать о всех тех вещах, которые я до этого излагал тезисно, то вы можете посмотреть и почитать вот эти все три презентации. Там буквально подробно и с примерами описано все то, что я здесь излагал буквально по паре фраз. Также у GMH есть неплохие сэмплы, примеры, как с ним работать, потому что документации как таковой у него нет, зато есть очень хорошие сэмплы, в которых все написано, как не надо мерить, и как почему так не надо мерить, и как надо мерить это правильно. Ну, и так, давайте уже, наконец, что-нибудь померяем. Во многих функциональных и не очень языках есть такой вычислительный примитив под названием Pattern Matching. Это сопоставление с образцом. Для тех, кто не совсем в курсе, что такое Pattern Matching, это такой свичкейс на стероидах, который умеет свичить не только по перечислимым типам, но и по компонентам кейс-объектов, по регекспам, по компонентам списков и вообще почему угодно. Очень классная штука. Это такая гордость людей, которые пишут на функциональных языках. Но просто так Pattern Matching у нас не получится померить, поэтому нам нужно придумать какую-нибудь задачу. Причем эта задача должна быть близка к реальной жизни и быть довольно простой, чтобы вы здесь все не офигели. И в качестве такого простенького примера для анализа Pattern Matching я предлагаю использовать такой простенький выбор из нескольких вариантов. То есть у нас есть базовый трейд, ну или интерфейс, как хотите его называйте, и несколько классов, которые его реализуют. И у нас есть простенькая функция, которая берет аргумент метода типа Base и пытается выяснить, какой из дочерних классов реализует этот трейд. Соответственно, у нас есть два варианта. Один с Pattern Matching, то есть у нас есть наш некий класс, который мы матчим и смотрим, если это фу, то возвращаем один, бар два, три и четыре. И примерно то же самое, но в таком более уродливом виде, то есть if instance of фу, один, два, три, вот смысл тот же, но как-то выглядит не так красиво. Запускаем это через Gmh, смотрим, вот такие вот у нас результаты получаются. На что смотреть? То есть это название самого бенчмарка, это с if, это с Pattern Matching, это тип класса, который мы туда подсовывали, и это результаты. Ну, видно, что результаты для одинаковых классов у нас как-то примерно одинаковые. Это хорошо, но вопрос, одинаково ли то, что внутри вот того, что оно там у нас сгенерировалось? Для этого мы заглянем в машинный код. Я знаю, что редко кто-то заглядывает в машинный код, когда пишет на языках высокого уровня, например, там на Java и на Scala, но мы это сделаем. У нас есть одна проблема, точнее у меня, что я не совсем как бы разбираюсь в ассемблере, но в целом, как обладатель эффекта Данинга-Крюгера, могу сойти издалека за специалиста. Так что продолжим. Как мы можем посмотреть в машинный код, который выплевывает наша виртуальная машина? У GVM есть такой прекрасный флажок под названием Print Assembly, который заставляет виртуальную машину печатать в консоль ассемблерные листинги всех кодов, всех методов, которые он компилирует. Проблема в том, что если вы используете хоть чуть-чуть стандартную библиотеку, то, естественно, у вас там будет просто километр этих ассемблерных листингов, причем GVM же может один раз его скомпилировать, потом передумать, скомпилировать по-другому, по-третьему, и это все выглядит как в матрице что-то там идет, идет, вот это можно бесконечно смотреть. Тяжело читать. Также в Linux есть очень удобная штука под названием Perf. Это интерфейс для аппаратных счетчиков производительности, которые есть во всех современных процессорах. И их можно считывать в процессе восполнения вашего кода, чтобы смотреть, какие операции сколько занимают, ну, использовать его для легковесного профайлинга. Но проблема в том, что это всего лишь интерфейс, а нам нужно как-то его читать и что-то делать с ним, и хотя бы периодически его вызывать, и тяжело следить за изменениями. И для этого в комплекте GGMH есть такая штука, как профайлер под названием Perfasm. Он, соответственно, парсит выхлоп GVM со слагом принта-эссемблы, также периодически запрашивает эти аппаратные счетчики производительности, все это собирает в одну большую красивую кучу, и красиво это все рисует. То есть он выделяет горячие регионы кода, аннотирует их исходным байт-кодом, чтобы вы могли догадаться, о чем там вообще речь внутри идет, и добавляет всякие разные полезные подсказки. Вот. Страшно стало? Все понятно, да? Но на самом деле непонятно. Мне непонятно. Поэтому мы потихонечку попробуем разобраться, а что же тут получилось. То есть мы тут рассматриваем метод, соответственно, с паттерн-матчингом, и мы в него подали класс типа баз. Вот эта вот страшная штука, на самом деле, вот я тут написал, она вот в таком формате написана, это чтение из памяти и покладывание его вот в это место с такой вот хитрой формулой. То есть какая-то база, номер в массиве, размерность элемента и некоторое смещение. Но как бы Jmh нам подсказывает, что вот эта вот штука на самом деле это чтение типа класса из референса. Далее мы здесь делаем простенькое сравнение. То есть операция KMP сравнивает два аргумента, и если они равны, то вот эти вот два флажка в процессоре ставят единичку и ноль. И дальше операция GE, которая, если эти два флажка стоят, переходит по какому-то адресу. Тут понятно, что, соответственно, мы сравниваем наш класс с классом full, и если это full, то мы переходим куда-то там и что-то обрабатываем. Если это bar, то мы тоже куда-то переходим. Дальше чуть-чуть интереснее. Тут почему-то стоит не GE, не jump equals, а jump non-equals. То есть если следующий не баз, то перейти. А если, соответственно, это наш класс, то мы остаемся здесь. Тут на самом деле GVM схитрил и попробовал вынести из горячего куска кода все то, что не используется куда-то вдаль, чтобы сделать его максимально компактным. Но дальше мы просто готовим аргументы для вызова функции consume. Это просто такая дырка в JMH, куда надо скидывать все результаты, чтобы GVM не подумал о том, что вы их не используете. Ну, соответственно, мы готовим аргументы для вызова этой функции, и вот здесь вот эту нашу троечку, которую мы должны возвращать для этого класса, мы ее туда засовываем и вызываем этот метод. Ну, теперь стало более-менее понятно хотя бы, что там происходит. Вот так у нас код выглядит для паттерн-матчинга, а вот так вот выглядит код для наших ифов. Вот я попереключаю туда-сюда. Какие отличия, кто видит? Ну, адреса другие, но код-то тот же самый. О чем это говорит? Это говорит о том, что вот эти вот два, наш паттерн-матчинг и вот эта вот страшная лестница с ифами, они на самом деле вытекают не только в одинаковые результаты производительности, но и в одинаковый машинный код. То есть они в целом абсолютно идентичны. Причем GVM нормально относится и оптимизирует как наш паттерн-матчинг, так и лестницу из ифов. То есть он вынес наиболее невероятные условия куда-то вдаль, а наиболее вероятные оставил у себя в самом горячем куске, чтобы сделать его максимально компактным и максимально быстрым. Это хорошо, но задача самая простая. Можно попробовать поисследовать что-нибудь более сложное и более применимое к реальной жизни. И до этого мы будем матчить по такой штуке, как класс Option. Option это такая типизированная замена нулчеку в скале. У нас есть базовый трейд Option AT, и его реализуют два типа. Это сам AT, если внутри нашего община что-то есть, и соответственно NAN, если внутри община ничего нет. Отвечая этого всего от простого нулчека в том, что компилятор скалы не даст вам просто так явно сконвертировать Option T в T. Вам явно нужно будет обработать тот случай, когда у вас NAN. Что не скажешь о случае с нулчеком, когда у вас этот нул может вылететь в любом месте, где вы забыли его проверить. У нас есть два таких примерчика, как мы это можем реализовать. Ну, соответственно, вот у нас есть наша Option String. Мы ее матчим. Если это там что-то лежит, то выковыриваем оттуда строку и возвращаем ее. Вот эта вот штука, насколько я знаю, называется Extractor. И в противном случае мы возвращаем значение по умолчанию. И примерно то же самое делаем только с нулчеком. То есть если она у нас не нул, то возвращаем ее. И если она нул, то возвращаем значение по умолчанию. Все просто. Запускаем это все через GMH. Получаем вот такие вот результаты. То есть, ну, в целом задачи близки. Результаты тоже близки. Вот они, если что. Но как-то вот не совсем близки. То есть наш метод с паттернматчингом оказался все-таки чуть-чуть медленнее, чем нулчек. Но как же так? Вроде же все то же самое делаем. Для этого мы опять заглянем в ассемблер. Мы все любим ассемблер, особенно я его люблю. Вот. Тут код чуть-чуть посложнее. Но если посмотреть, что здесь происходит, то тут происходит все тоже очень просто. Мы берем наш нулблстринг. Нулблстринг, вот так вот сравниваем его, что этот тест сам на себя, это такая хитрая проверка на ноль. И если это ноль, то мы куда-то прыгаем, в противном случае мы возвращаем наш нулблстринг. Ну, в целом все примерно понятно. Также hotspot здесь опять показал себя с лучшей стороны. Он учел профиль выполнения, поскольку наш нулблстринг в нашем тесте почти никогда не бывает нул, но то есть он не может это доказать, что он вообще никогда не бывает. То есть когда-то он бывает, наверное. Но это маловероятно в данном случае. Он вынес вот эту всю обработку нул куда-то вдаль. А самый горячий кусочек кода он оставил максимально компактным, чтобы наш процессор его максимально быстро обработал. Внутри метода с паттернматчингом ситуация обстоит уже посложнее. Сначала мы берем наш option-стринг, сравниваем, если он ли является типом сам. И если проверить, что внутри этого сам лежит стринг, а, вот, проверить, что внутри сам лежит стринг, и после этого вернуть и проглотить эти внутренности стринга. Тут тоже GVM учел профиль выполнения, и тоже наименее вероятные вариации этого метода вынес куда-то вдаль. Но вы обратили внимание на то, что у нас получилось разное число сравнений. То есть в случае, если мы делаем простой нулчек, то у нас одно сравнение нул не нул. А если мы делаем паттернматчинг, то у нас два сравнения. Сначала, что наш класс это сам, а потом, что внутри сам лежит стринг. И так происходит не случайно. И GVM на самом деле ничего не может с этим поделать, потому что у нас есть такая штука, как type-раза, потому что option это генерик, и с точки зрения GVM внутри генерика всегда лежит object, потому что вся эта типизация работает на уровне компилятора. И под капотом что option-string, что option-int, что option-object, что option-object это одно и то же. Поэтому GVM в любом случае придется сравнивать дважды сначала тип контейнера, потом тип его содержимого. Это особенность реализации генериков в GVM, и с этим никуда не уйти, если ты используешь язык на платформе GVM, и в нем есть генерики. Так что все печально, но что можно сказать о паттернматчинге? Что лестница из if-ов это в целом эквивалентно паттернматчингу, но на мой взгляд паттернматчинг все-таки будет чуть-чуть понагляднее, чем лестница if-ов, особенно в более сложных случаях, когда у вас какая-то древовидная система сравнений. И если вы матчите по генерикам, то надо учитывать особенности GVM по реализации этих генериков, что у вас есть одно лишнее сравнение. Но с другой стороны, одно лишнее сравнение, возможно, это неплохая расплата за удобство. И в целом GVM неплохо оптимизирует код, который нагенерировал компилятор скалы, в том числе и для паттернматчинга, хотя GVM понятия не имеет, что такое паттернматчинг. Итак, давайте померяем еще что-нибудь другое. Например, рекурсию. В компиляторе скалы есть такая прекрасная вещь, как оптимизация хвостовой рекурсии. Хвостовая рекурсия — это такой трюк компилятора, который заменяет рекурсивный вызов функции на цикл. Проблема в том, что это работает не для любого рекурсивного вызова, а для хвостового. Хвостовой вызов рекурсивной функции — это когда ваш рекурсивный вызов последний в этой функции, не в середине, не в начале, а именно самый последний. Только тогда это работает. Эта оптимизация есть в компиляторе скалы, еще в нескольких компиляторах. В компиляторе джавы ее нет, и все очень любят говорить о том, что вот у вас нет хвостовой рекурсии, а у нас есть, нам вообще классно. Но давайте узнаем о том, как это все под капотом выглядит. Для тестовой задачи по исследованию хвостовой рекурсии мы попробуем вычислить такую традиционную для хвостовой рекурсии задачу — это вычисление ненного числа Фибоначчи. Число Фибоначчи — это такой числовой ряд, где величина элемента равна сумме двух его предыдущих. Ну вот я его здесь вот нарисовал. И он там дальше, дальше, дальше идет. На скале его можно реализовать примерно вот так вот, очень простенько. То есть у нас есть функция, которая берет в себя предыдущее значение, текущее значение, номер, до которого нам нужно идти, и вот так вот хитро это все делает. Ну тут есть свои особенности, как я это сделал. Вы меня палками не кидайте, я здесь почему-то с единицей номеру элемента, ну неважно, и иду по циклу с конца, но это тоже, опять же, неважно. Смысл в том, что оно примерно работает. Аннотация TailRack говорит компилятору скалы примерно следующее, что либо оптимизация хвостовой рекурсии, либо смерть. То есть если ты не смог это развернуть в цикл, то ты упади с ошибкой. Потому что без этой аннотации, если вы здесь попробуете написать хвостовую рекурсию, а у вас не получится, и получится что-то не совсем хвостовое, то он может это реализовать просто в обычную рекурсию, которая может потом вам разорвать голову. Если мы попробуем это все реализовать на Java, то мы можем использовать просто обычную рекурсию, прям практически буква в букву, совпадающую с тем вариантом на скале с хвостовым, и все это сделать просто циклом. Циклом выглядит, конечно, более ужасно, чем рекурсии, но это тоже все не так уж и важно. Прогоняем это все через GMH для разных номеров чисел и смотрим на результаты. Мы видим, что независимо от номера числа Фибоначчи у нас результаты примерно одинаковые. Есть некоторые отклонения, но зато результат с рекурсивным вызовом без оптимизации хвостовой рекурсии выглядит как-то очень печально. То есть он буквально в несколько раз медленнее, чем с оптимизацией хвостовой рекурсии. Но это, конечно, ожидаемый результат, но вопрос, а почему так происходит? Просто так смириться с тем, что мы медленнее, ну и что, пошли по домам? Нет, для этого мы заглянем для начала теперь в байт-код. Ассемблера нам хватило, посмотрим байт-код. Байт-код уже не такой ужасный, как ассемблер, он более высокоуровневый. Байт-код GVM это обычная стековая виртуальная машина, там хотя бы нет регистров, уже проще. В комплекте с JDK идет полезная утилита JavaP, которая предназначена для потрошения класс-файлов. По факту она является декомпилятором этих, дизассемблером этих класс-файлов. Она также отлично дизассемблирует файлы, которые были выплюнуты компилятором Scala. Также эта утилита встроена в скаловский REPL, вот таким вот образом, причем с некоторыми улучшениями, в том плане, что она может также и дизассемблировать лямбды, которые вы используете внутри себя, потому что в скале лямбды могут быть вынесены в отдельные классы, и она как бы это все разом в одно собирает. Вот. Сначала мы заглянем в Java Recursion. Ну, тут все не так сложно и не так страшно на самом деле. То есть сначала у нас есть условие возврата из рекурсии, то есть мы загружаем третий аргумент, тройку, сравниваем, и если оно не равно, то переходим на девяточку. Вот. То есть это мы продолжаем. В противном же случае мы возвращаемся. Вот мы, если не закончили, то мы загружаем оставшиеся аргументы, готовим аргументы к рекурсивному вызову и дергаем сам рекурсивный вызов. Вот эта вот штука, invoke special, это полноценный вызов метода в GVM. Полноценный вызов в private метода, я уточню. В случае со скалой рекурсии, то тут все немножечко по-другому выглядит. То есть сначала здесь примерно такое же. То есть тоже у нас тут идет условие возврата, мы вот тут что-то возвращаем, потом готовим аргументы, но в конце мы не напихиваем, как вот здесь вот эти аргументы в стэк, вот здесь вот они напихиваются в стэк перед вызовом функции, чтобы она их из стэка выбрала, когда ее вызовут. Они здесь перезаписывают аргументы самой себя. Вот. Записать в локальную переменную 3, 2 и 1. То есть оно перезаписывает вот эти вот штуки, с которыми вызвали, а потом просто переходит на 0. И вот так вот по кругу ходит, пока вот здесь условие возврата не сработает. Соответственно, налицо у нас тут обычный цикл. То есть хвостовая рекурсия таки захвастилась и соптимизировалась. Но у нас получается концептуально разница между двумя этими... Ой, камера. Концептуально разница между двумя этими методами только в вызове Invoke Special. В остальном они в целом примерно идентичны. Но почему такая разница большая? Для этого нужно понять, как вообще происходит вызов методов GVM. Там есть несколько различных способов вызова метода в зависимости от сущности этого метода. То есть для виртуальных методов там своя логика, для статических методов своя, для private-instance методов тоже своя. Там есть еще много-много разных других способов, но как бы это не важно. Но основная проблема вызова методов GVM, что большинство вызовов метода проходят через виртуальную машину. То есть мы передаем контроль внутрь виртуальной машины, она там делает какие-то телодвижения, причем она старается делать минимальное количество телодвижений, все, что может кэшировать, оптимизировать. Но все равно она делает какие-то телодвижения. Вот, ну если мы, я не буду объяснять, что это, но вот есть тут такой прыг, и вот этот вот прыг, он идет в внутренней виртуальной машине, несмотря на то, что GMAGE нам тут подсказывает, что мы сами себя здесь вызываем. Мы сами себя вызываем через виртуальную машину обратно. Сравнивая invoke-спешл с обычным go-to, можно догадаться, что go-to это просто обычный переход по адресу, мы перешли, ничего не делаем, invoke-спешл же делает новое телодвижение, то есть, во-первых, виртуальная машина должна понять, что мы дергаем все-таки private-метод, потому что invoke-спешл работает только с private-instance методами. Понять, что этот метод вообще существует, если не нашлось его, то он кидает no-satch-метод exception, вот он создает новый stack-frame со всеми теми переменными, которые мы туда в него, аргументами, которые мы в него сюда создаем, передаем и используются внутри этого метода, собственно, сами аргументы передать, и только потом прыгнуть обратно внутрь этого метода. Поэтому вы можете догадаться, что несмотря на то, что как бы она там не пыталась все это закэшировать, то есть вот в table она на самом деле каждый раз не ищет и пытается это запомнить, как бы она это не оптимизировала, в результате все равно go-to будет быстрее, потому что он вообще ничего не делает, причем он даже не передает контроль виртуальной машине. Поэтому если мы еще обратим внимание на то, что происходит под капотом в Java с нашей рекурсией, то там все еще печальнее. То есть если мы запустим jvm с флажком print and lining, то мы увидим вот такой интересный выхлоп в консоли, что виртуальная машина попробовала встроить наш метод в сам себя, чтобы нивелировать все вот эти вот прыги внутрь виртуальной машины. Мы встроим метод в сам себя, потом еще раз в сам себя, потом в сам себя, потом нам надоест, потому что мы ушли слишком далеко. И на этом мы начнем просто дергать уже за непосредственно invoke special с передачей контроля обратно в виртуальную машину. Ну это я уже все рассказал. Если вы хотите поподробнее, еще глубже погрузиться в прелести скала рекурсии, то у того же Алексея Шепилева был прекрасный доклад на прошлом Java Point под названием Scala vs Java Divided with Fail. Он там рассматривает более извращенный и необычный способ скала рекурсии с хвостовой оптимизацией, когда jvm не смог. И получилось, что обычный цикл у него получился быстрее, чем скала код с оптимизацией хвостовой рекурсии. А также у него недавно появился отличный пост в блоге под названием «Черная магия вызова методов в Java». Отличный он потому, что, судя по статистике Яндекс.Метрики, до конца его может дочитать только каждый 500-й. Не потому, что там какие-то страшные женщины нарисованы в середине, а просто слишком он объемный и масштабный, и слишком уж сложный. Потому что тяжело очень. Мне кажется, до конца знают, как работает вызов методов Java, человек 100 во всей планете. И вот один из них, возможно, Алексей Шапилев. И то, возможно, он даже до конца не понимает, что там происходит. И еще есть у Ходспорта чудесные вики, которые можно посчитать, и там более-менее все описано, как это все происходит для людей. О рекурсии можно сделать следующие выводы, что хвостовая рекурсия работает так же быстро, как и цикл, потому что по факту она и есть цикл. Но, с другой стороны, нужно иметь некоторый навык, чтобы начать видеть рекурсивные решения тех алгоритмов, которые раньше вы делали с использованием циклов, и начать применять это в реальной жизни. Лично я применяю хвостовую рекурсию в рекале в реальной жизни, несмотря на то, что у меня две руки, две ноги, и меня за это еще не уволили. Итак, продолжим. Теперь потыкаем палочкой в скалы коллекции. Скалы коллекции — это такой космический корабль. По сравнению с коллекциями, например, в Java, там есть куча полезных штук, которые раньше приходилось реализовывать руками. Просто я раньше много писал на Java, и я как бы знаю, о чем говорю, вот сколько более. То есть в скале можно написать такой волшебный однострочник, который раньше на Java занимал бы у меня строк 100. Вот. В Java 8 сделаны некоторые шаги в сторону таких вот волшебных однострочников, но в скале все это было уже сто лет в обед, и все равно там еще есть не все, чтобы хотелось получить. Но однострочники — это, конечно, классно, но надо понимать, что за все хорошее приходится платить, причем иногда даже кровью. Так, давайте теперь попробуем выбрать какую-нибудь задачу. То есть говоря о скалы коллекциях, мы, наверное, предпочтем потыкать в самую, наверное, популярную коллекцию в скале — это скалы Immutable List. Скалы Immutable List, на самом деле, под капотом — это обычный односвязанный список, и мы будем его связывать с java-ским linked list, потому что они алгоритмически сложные, у них одинаковые показатели с точки зрения потребления памяти, с точки зрения количества операций, ну и то, и то односвязанный список, что там можно такого удивительного придумать, чтобы это все было разное. Но просто так листы сравнивать друг с другом нельзя, надо придумать какую-нибудь задачу. И задача должна быть относительно показательной, она должна быть относительно простой, использовать коллекции и не использовать много каких-то там накладных расходов и дополнительных вычислений, чтобы мы, наконец, мерили непосредственно коллекции, а не какие-то там накладные расходы ну я можно было бы и сортировку но к сожалению я уже написал здесь эти слайды а вот поэтому мы будем делать будем здесь исследовать сумму квадратов непосредственно эту идею я взял не свои головы на есть такая такой paper под названием clash of lambdas там такие крутые мужики сравнивают меряются лямбдами в разных языках программирования то есть там джава скалов в шарпу еще там питочек языков вот ну скала там проиграла но они как-то очень странно это все мерили на задачу я взял сумму квадратов то есть у нас есть коллекция с целых чисел мы соответственно считаем сумму квадратов опытный погонщик бенчмарков сразу увидят там несколько проблем то есть во первых мы в реальной жизни очень часто не очень часто используем и считаем суммы квадратов сортировки как сказали наверно почаще будет ну вот так получилось вот если мы работаем с числами в коллекциях то мы сразу можем сказать что у нас будут какие-то проблемы с боксингом и анбоксингом примитивов потому что в в джаве как он как минимум в красивые коллекции примитива класть нельзя скале увидим дальше но я думаю сойдет для теста на скале вот у нас есть какой-то простенький лист ну на самом деле он там длиннее и мы пытаемся разными методами посчитать сумму квадратов одним таким прям зубодробительно функциональным то есть это свертка мы в значение аккумулятора кладем 0 а потом каждой паре элемент плюс аккумулятор к аккумулятору добавляем сумму добавляем квадрат этого элемента ну немножко страшно выглядит на самом деле приноровиться и нормально более такой дубовый метод сначала вот всю нашу коллекцию квадрате ваем а потом все складываем да не там если сказать лист . view . map . сам тогда будет ленивый а так будет неленивый ну я ленивый не мерил но насколько знаю если вот в этот paper посмотреть то там примерно те же числа получаются и простой метод простой императивный метод мы тут берем итераторы как старый добрый java то есть тут если волна очень другое поменять она как java с компилиться вот на для сравнение еще посмотрим в то что мы бы могли сделать на java то есть у нас есть тоже прост простенький императивный метод и такой модный с java 8 со стримами ну все это берем запускаем через джимы смотрим на результаты и результатов много потому что для разных чисел но я прошу обратить внимание на то что у нас вот есть быстрые методы такие наивные вот скала наивный java просто наивный они примерно одинаковые по скорости а вся наша функциональщина вот здесь середине какие-то жуткие цифры показывает то есть она работает значительно медленнее вопрос что же там такое произошло в коллекциях что все стало плохо ну про java 8 я не буду тут в своем докладе рассказывать потому что там все немножечко по-другому это выходит за рамки этого доклада вот выбирая между фолдом и мапсом но можно догадаться почему map сам в два раза медленнее чем full потому что там временный временный список создается мы сначала все о квадрате ли записали во временный список а потом сложили вот поэтому он примерно в два раза медленнее чем фолд поэтому мы остановимся на фолд как наиболее показательным и на одном из наивных этих методов но байт кода вы уже напугались массемблера тоже напугались но в случае со скалы есть очень удобный способ ковырять палочкой высокоуровневой такой палочкой ковырять тот код который вы написали с точки зрения того что же там под капотом происходит скала компилятор делает очень много оптимизации но по крайней мере если это сравнивать с компилятором java то есть он там может лямбда куда-то там встраивать код не работающий выкидывать там что-то делать с упрощением боксинга амбоксингом примитивов с коллекциями и еще много чего другого и у компилятора скала есть такая полезная опция называется print она в консоль вам при компиляции вызовет выведет непосредственно тот код тот код на скале который потом уже перейдет в байт код то есть он как как работает компилятор он строит синтаксическое дерево накладывает у него какие-то там оптимизации а потом из этого дерева начинает генерить байт код но вот здесь вот мы можем в клинице и это синтаксическое дерево обратно развернуть в код такой человекочитаемый и его можно будет глазами посмотреть то есть безо всяких ваших этих байт кодов и ассемблеров и запускаем смотрим то есть вот там вы видели фол такой в одну строчку красивый был вот вот в этом у нас он превратился что мы здесь видим ну мы во первых видим что наша элегантная лямбда которая там была развернулась вот в такой вот монстроидальную штуку вот это отдельный анонимный класс в котором куча всяких методов вот мы тут видим какие-то следы боксинга чего тут int box вот короче какой-то страсть вот какие-то страшные аннотации bridge специалист вообще что происходит я не знаю ежели мы еще в джеймей посмотрим то что уже у нас там под капотом происходит и какие горячие методы у нас есть то тут выяснится что 18 процентов процессорного времени у нас занимает конструктор объекта то есть мы там где-то еще и по мало того что мы тут такого ужас творится так мы еще там и объекты где-то плодим но можно догадаться на самом деле где то есть вот в том коде если посмотреть то там есть такой фрагмент то есть у нас есть какой-то apply который берет два объекта тут у нас делает он бокс в примитив дергает какую-то функцию а потом обратно заворачивает в бокс вот ну можно догадаться что все int и в скале они как бы и мутабельные поэтому мы на каждый новый им создаем новый объект почти всегда получается что мы сравнили теплое с мягким это здесь мы для счетчика используем примитив а здесь мы используем объект потому что коллекции в скале это генерике но как я говорил что компилятор скалы умеет делать какие-то хитрости связанные с боксингом от боксингом и в этом случае он тоже попытался это сделать но у него правда не получилось ничего вот и вот это вот трюк с работой примитивами внутри коллекции называется специализация ну есть даже такая специальная аннотация по названием спешила из когда вы пытаетесь свой код как-то к этому прикрутить то есть для требуемого примитивного типа создается своя копия метода либо своя копия класса если вы делаете специализированный класс те люди которые писали на c++ сразу должны начать чесать свои шаблоны потому что по факту это выглядит один в один то есть у нас еще одна копия чего-то там создается на каждый тип и если мы здесь посмотрим то вот да он сделал специализированную функцию которая есть два примитива складывает квадрат делает на проблема в том что интерфейс скала коллекции он как бы генерик и он в любом случае возвращает объект и как ни крути потому что у него такой интерфейс вы не можете его просто так поменять насколько я знаю это сделано отчасти сознательно потому что если мы все скалы коллекции переги сгенерим еще для всех хотя бы четырех примитивных типов там in float дабл и лонг то наша скаловская стандартная библиотека распугнет распухнет еще мегабайтов на 10 она и так не очень боль не очень маленькая поэтому ну это как-то вот не небольшой приоритет при развитии скалы коллекции сами по себе под капотом какие бы они умные не были они являются генериками и если у нас метод генерик и он есть аргумент генерик аргумент он возвращает генерик аргумент айтер аргументы могут быть только объектами поэтому все методы тоже генерики все печально то есть без боксинга вроде бы как никак нельзя обойтись но на самом деле в gm9 когда-нибудь возможно будет можно там есть валю валю типы внутри живым и там что-то как-то можно будет сплясать но живым 9 еще не вышел неизвестно когда выйдет поэтому пока все плохо то есть если вы хотите работать с примитивами и скаловскими коллекциями то опасайтесь боксинга и не работайте со скаловскими коллекциями либо перепишите все на си плюс плюс это тоже классно в коллекции в скале пока дженерики причем даже скалары он он такой двуликий то есть если вы используете скалары в императивном стиле берет только берете оттуда элементы то он на самом деле может работать с пресс с примитивами внутри себя но если вы используете какие-то функциональные штуки fold и прочее прочее то он неожиданно превращается в тыкву превращается в генерик и все плохо и то есть опять появляет появляется боксинг и прочее у одного из многочисленных аспирантов мартина одерски автора скалы есть такой прекрасный подпроект под названием мини бокс это какая-то попытка исправить эту ситуацию с примитивами внутри скала коллекций вот можете попробовать сейчас там дальше будет ссылочка она действительно становится лучше там не создается куча байт кода на каждый базовый тип в коллекциях все хорошо но это сторонний проект и неизвестно вообще попадет ли он когда-нибудь в mainline скалы также есть еще сторонние коллекции под названием дебокс это по факту специализированный набор коллекции это буфер ну массив map и сет можем на закуску попробовать посмотреть как себя ведет такие специализированные коллекции то есть вот вот мы взяли наш дебокс о которой этом описывал как пример специализированной коллекции сделали вот такую вот штуку с монадой фус монадой человек говорю с лямбдой вот и примерно то же самое написали с использованием скаловского ара я который вроде как должен с примитивами работать и то же самое сделали с ну и скопировали с прошлого с прошлых слайдов наивную реализацию вычисления суммы квадратов пропускаем через джим и смотрим на результаты в результат у нас получается но в целом ожидаемые то есть вот то что мы там с дебоксом сделали работает примерно также с такой же скоростью как и наивная вариация то есть у нас там ну в целом боксинга никакого нет все работает с такой же скоростью все хорошо но наш функциональный метод написанный функциональном стиле с фолдом получился сильно медленнее причем как бы обратите внимание на масштаб то есть тут я в конце добавил такой тест называется бейзлайн он ничего не делает просто возвращает одно число и он занимает где-то три наносекунды на моем процессоре на ноутбучном три наносекунды это что-то рядом с одной с одним тактом процессора то есть если мы одну секунду поделим на 2 и 7 миллиарда там где-то три с чем-то наносекунды получится вот и если мы посмотрим а сколько же уходит времени на обработку одного элемента здесь вот то как-то странно 0 целых двести двадцать пять тысячных так то у нас уходит на один элемент то есть что-то там какая-то магия происходит причем если мы обратим внимание на масштаб то есть наши функциональные штуки со свертками не в два с лишним раза медленнее чем как раньше а как минимум раза так в 12 медленнее чем и вот тут что-то явно происходит если мы откроем машинный код мы там увидим вот что то есть я первый раз когда такую увидела я даже не совсем понял что происходит то есть такое чувство что живым заживала пластинку она там фигачит одинаковые методы с разными аргументами что-то происходит непонятно на самом деле все понятно мы увидели здесь такую штуку как раскручивание циклов живым сделал следующее то есть вот на псевдокоде я покажу что как это выглядит у нас есть простенький цикл который складывает элементы от 0 до n мы можем его резовать простенько просто цикл взяли счетчик сложили все хорошо а можем его переписать немножко по-другому мы заведем 4 счетчика будем шагать сразу через четыре элемента ну да я понимаю что тут у нас до размерность должна быть кратно четырем вот и складываем сразу в 4 счетчика результаты кратные разным числам а потом в результате все эти счетчики сведем в один счетчик с одной стороны ну в чем разница то по количеству операций сложение там ну получилось примерно то же самое даже чуть чуть больше даже чуть сложнее кода стало больше но дело в том что современные процессоры они исполняют код непоследовательно операция за операцией а в целом хрен знает как то есть если она понимает что ваши две операции в машинном коде не связаны друг с другом вот здесь вот то пока одно куда-то там идет ну то есть он может сидеть все эти несколько операций выполнить параллельно pipeline да все круто вот поэтому несмотря на то что кода больше а он может выполниться значительно быстрее в целом о коллекциях можно сделать следующие выводы что если вы не пытаетесь заниматься число дробильными задачами с коллекциями то в целом у вас все хорошо все хорошо скорость примерно тоже вот если вдруг ваша нелегкая судьба заставила вас заниматься математикой и вам хочется использовать скалы коллекции то не используйте скалы коллекции и если вы хотите все-таки это сделать то лучше использовать какие-то специализированные коллекции вроде di box можно написать свои скалы коллекции вот ну вы сами понимаете к чему это все может привести но написать можно по крайней мере у вас есть все инструменты для делания этого в целом о скале можно сказать что все зависит от вас то есть если вы пишете быстро не думаете что там происходит то можно очень быстро написать тот код который будет очень медленный в коллекциях есть свои проблемы скала компилятор может нагенерить какой-то сумрачный байт код который потом если вы откроете в жизни не поймете то есть я очень долго старался использовать сделать сделать здесь какие-то такие примеры на байт коде который примерно понятно что происходит но вот тот вот код с развернутой лямбда я бы вам если показал байт код то там был слайдов на 6 но с другой стороны если вы понимаете что вы делаете понимаете свои инструменты что происходит под капотом то вы можете писать код который будет идентичен по производительности с кодом на java коллекции при помощи напильника и синие изоленты можно подружить с работой с примитивами а вот в java как бы и не совсем и несмотря на то что компилятор скала генерит какой-то ужасный байт код который очень тяжело понять человеку живым нормально к этому относится и успешно его сворачивает в достаточно эффективный код еще я добавил такую картиночку то есть вы сейчас можете наслушаться о том что скала коллекции медленные давайте напишем свои коллекции которые будут быстрыми потом вы будете три недели писать коллекции потом поймете что все не работает вот не делайте так сначала решайте бизнес задачи потом понимаете где у вас что тормозит и там уже оптимизируете тогда все будет хорошо по личному опыту мы в нашей маленькой хипстерской компании пишем на скале уже два года и не жалеем об этом то есть у нас нет жалоб на производительность у нас нет жалоб на какие-то проблемы с выразительностью кода скала нам дает какие-то баланс между скоростью разработки и скоростью кода то есть мы в зависимости от стоящей задачи можем писать более быстрый код или более медленный код в зависимости от сроков в целом все бенчмарки которые я здесь вам показывал есть выложены на гитхабе можете их себе скачать и по запускать они запускаются очень легко работают красиво много всяких букв все понятно прям сразу вот но в целом у меня все если у кого-то есть вопросы если кто-то хоть что-то понял то задавайте это зависит от задачи вот если у вас будет пол то у вас там ну если ваша курсивный метод работает с примитивами и он нормально с этим дружит то все будет быстрее быстрее не будет будет либо одинаковое либо что-то будет медленнее ну короче там где примитива там будет лучше там где у вас генерики и боксинг там все плохо там аллокации памяти туда-сюда объекты ходи туда так кто следующий там еще был а там была не знаю шутка и мне переписать на си на си плюс плюс у меня большой опыт писания на си плюс плюс у меня такая знаете ли цепочка развития была то есть я начинал си плюс плюс много лет писал на си плюс плюс мне надоело когда я какой-то seek hold ловил неделю вот я начал писать на java потом на java надоело писать одно и то же get set вот потом я начал писать на скале вот можно переписать с примитивами но можно при желании переписать и на скале сейчас примитивами просто не используя скаловские коллекции поэтому поэтому смысла нет при желании в java и скалу можно начать в одном проекте нет никаких проблем с этим я знаю но тут кстати проблема это кажется что легко давайте скалу через джейна и засудим асцендерную вставку но проблема в том что джейнай тормозит если вы туда передаете что-то непримитивое то там создается какая-то обертка которая куда-то куда-то копируется вы ее там распаковываете потом что-то делаете на ассемблере обратно запаковываете передаете куда-то поэтому спорный вопрос что вы там делаете если у вас там просто сложение на грабильные задачи которые даже не тормозит по вашему мнению вы знаете как бы переписать на ассемблере вот и переписывайте но имейте ввиду что там будут свои проблемы так идем дальше но с примитивами все понятно но в реальной жизни чаще всего приходится работать с объектами а не примитивами и вот были такие случаи что наоборот при использовании джава при использовании переписывания джава хода на скалу из-за того что допустим некоторые циклы могут исполняться там конкаенсы да там просто с мутинскими процессорами что-то получалось наоборот быстрее просто потому что не было велосипедов которые на джаве это делают ну ты при желании на джаве что-то случается наоборот быстрее ну мы не пытались одно и то же переписывать с джава на скалу мы переписывали сразу хорошо у нас был какой-то говно-кот ужасный мы туда не смотрели и писали сразу классно так какие еще вопросы там в скале есть листа есть это просто пара 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 в принципе преувалительности от простого листа это ждать как и не то есть которые вроде как говорят что ничего не пробовали там на самом деле примерно та же балалайка что старые то есть это понятно а вообще то ну там просто да вектор будет чуть быстрее из-за того каким образом оно элементы патрики платят если у вас связанный список то у вас просто какая-то там нода референс на значение референс на следующую ноду там тоже самое и так-то они паровозик не могут векторе и массиве эти референсы просто не было таким одним списком нет вектор не такой как джаве джаве вектор это типов массив а вот в самом деле вектор там он какой-то очень хитрый то есть там он сделан то есть у них был по-моему 32 элемента и вот вместо пар используют по 32 ну это большая жюри какая-то что? все все на это ссылается с недели да я такую не мерил если честно не могу сказать что там под капотом происходит возможно она быстрее но как я тоже думаю что слава коллекция быстро и оказалось что не всегда вот еще кто-нибудь там халифар просто почему сказал что-нибудь там аааа не знаю мне скобочки не нравится просто много нет у меня идея все это в смайлине сворачивается эффект так ну кто-нибудь еще ризунет что performances все все круто ну ладно привет спасибо 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 спасибо